Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о том, сколько же времени нам нужно на то, чтобы приготовить вино. На создание этого видео меня, скажем так, вдохновила, подтолкнула одна информация. Случайно на ютубе мне попался заголовок. Домашнее вино за 16 дней. И когда я вот эту фразу ввела в поисковой запрос, мне выпало несколько видео. Там сногсшибательное домашнее вино, но все за 16 дней. И вот мы с вами поговорим, действительно можно ли сделать вино за 16 дней. И сколько реально нужно времени для того, чтобы это самое вино приготовить. Для начала давайте с вами определимся, что же такое вино. Вино это сброшенный виноградный сок. Но процесс брожения может идти абсолютно разное количество времени. Он может идти 5 дней, может идти 10 дней, 20, 30, 1,5 и 2 месяца. Очень многое зависит от различных параметров. От температуры брожения, от состава сусла, сколько там сахара изначально, сколько там кислот. Вмешивались мы в процесс, либо не вмешивались. Ну, от многих-многих других факторов. Поэтому однозначно сказать, вот сколько длится это самое брожение, не всегда возможно. Поэтому за 16 дней сказать, что это будет вино, ну, на самом деле большой вопрос. Кроме того, я вам хочу напомнить, что на стадии прекращения спиртового брожения создание вина, на самом деле, не заканчивается. Конечно, есть такое понятие молодое вино. В общем-то, еще не доброженное. Вино, где еще там могут идти последние стадии спиртового брожения. Уже такой напиток называется молодым вином, и его можно потреблять. Вот напомню, да, что один из заголовков был с ног сшибательным молодым вином. Так вот, действительно, оно может быть с ног сшибательным. Я много слышала истории, когда люди, потребляя молодое вино, вроде голова ясная, а ноги отказывают. Признаюсь вам честно, лично я никогда в своей жизни такое вино не пробовала. И вот этот вот с ног сшибательный эффект я на себе никогда не чувствовала. Ну, давайте говорить откровенно, что то, что называется молодым вином, на самом деле брашка. И не важно, сколько мне прошло, можно только вот чуть-чуть забродить, да, если очень-очень хочется. Ну, все-все это на самом деле можно потреблять. Другой вопрос. А будет ли нам вкусно? И вот этот вопрос очень важен. Потому что мы делаем вино вообще для чего? Ну, вино мы делаем не для того, чтобы у нас шумело в голове, или чтобы у нас отказывали ноги. Вино – это тот напиток, который вкусный. И который, когда мы потребляем, нам вкусно. Так вот, чтобы вино было вкусным, ну, на самом деле должно пройти определенное количество времени. И вино должно пройти определенные стадии. Конечно, вы сейчас можете со мной поспорить, что... Ай, ну вот мы так делали, вот мы так делаем. Или там делает Вася. Делают. Действительно делают. Но, опять же, мы можем получать от этого эстетическое удовольствие. Можем получать сногсшибательный эффект. Выбор, конечно, всегда за вами. Но, теперь я хочу обратить ваше внимание на то, что вы часто мне пишите в комментариях. Когда вы пробуете вино на стадии брожения, либо вот оно только-только отбродило, ну, большинство, большинство из вас говорит о том, что вино кислое. Ну, и, кстати, в тех же вот рецептах вина за 16 дней там есть такое, что добавь сахарку и будет тебе счастье. Ну, это не вино. Да, это какой-то напиток, я не говорю хороший или плохой, это какой-то напиток, который имеет право на жизнь, но это не вино. Вино, чтобы сформироваться, надо, напомню, пройти определенные стадии. То есть, вот сначала идет спиртовое брожение, потом, когда оно заканчивается, может начинаться, я сейчас говорю о красных винах, белых винах, это не всегда обязательный процесс, но начинается яблочно-молочное брожение. Вот это самое яблочно-молочное брожение, оно тоже может длиться разное количество времени. Оно может длиться, там, две недели, может длиться и месяц, и два. Зависит от того, тоже, какие у нас окружающие условия, какая температура, какой pH-фактор у сусла, ну и, конечно, какой химический состав. Ну, приблизительно берем так, две недели условно у нас спиртовое брожение, месяц яблочно-молочное. Потом нам надо еще время, чтобы выпал винный камень, в зависимости от температуры, да, тоже, чем она ниже, тем он быстрее выпадает. Но многое зависит и от химического состава. Еще прибавляем недельки-две. Утого у нас уже получается никак не 16 дней, а минимум два месяца. Но на самом деле, потом мы еще можем оставить вину на выдержку, можем подержать его в бочках, можем его просто в чем-то подержать. То есть, ему надо время. Конечно, некоторые этапы мы можем ускорить. Ну, спиртовое брожение, понятно, мы можем на него повлиять. Яблочно-молочное мы тоже можем ускорить, ну, запустив его искусственно, купив бактерии, там, наверное, еще какие-то подкормки. Я этим не занимаюсь, я просто знаю, что такое есть. Потом мы можем вино оклеить, чтобы оно быстрее осветлилось. То есть, много чего мы можем ускорить. Более того, даже созревание вина, а в некоторых случаях это очень длительный процесс, и сказать вам точно по времени, я не могу, потому что это может быть несколько месяцев, может быть, и несколько лет. Ну, это уже такое, скажем так, супер вино, да, и высший пилотаж. Но вот белое вино мы можем помочь им, можем ускорить созревание. Я два года назад это пробовала, вам даже, по-моему, показывала и рассказывала. Если белое вино выставить зимой на морозе, на солнечный свет, ну, понятно, что температура должна быть там, где вино стоит, не слишком низкая, чтобы вино не замерзло. То есть не ниже минус 4, ну, около нуля, скажем так, то за где-то там 2-3-4 недели вино может в своей стадии пройти как где-то за год и, скажем так, созреть. То есть вот. Это можно ускорить. И все этапы можно ускорить. Но это никак не 16 дней. Опирайтесь на то, что где-то, ну, хотя бы месяца-два. При этом, если вы пробуете ваше вино, оно вам кажется каким-то еще грубоватым, оно еще кажется кислым, не надо сыпать сахар. Дайте ему время. Дайте ему время нормально сформироваться. Потому что это процесс не быстрый. Конечно, конечно, вино можно, скажем так, пить и потреблять на любой стадии. На стадии брашки, да, и через 16 дней, да, и через 10, и через 5, чуть-чуть подбродило, да, уже его можно пить. То есть можно пить абсолютно на любой стадии, на которой вы хотите. Но знаете, с чем я это сравниваю? С сырым тестом. То есть бывает сырое тесто вкусное. Мы готовим тесто на выпечку, пробуем, оно вкусное. Да, его можно есть. Ну, булочка вкуснее, правда? Так же и с вином. То есть на ранних стадиях, да, оно может быть вкусным, либо приемлемым, либо нам там надо что-то делать, предпринимать какие-то действия, чтобы оно стало, ну, более-менее, да, питким. Можно подождать, пока оно созреет. И когда вы ему действительно дадите это время, то, ну, вы почувствуете разницу в результате. То есть если мы хотим вино, вкусное вино, все-таки терпения надо набраться. Но, да, я вот вам много всего рассказываю, говорю, что оно еще не сформировано. Но если очень хочется, ну, если очень хочется, конечно, можно все пробовать. И тут я бы вам хотела дать такой небольшой совет. Значит, если мы хотим употреблять вино на очень ранних стадиях, то вот тут надо ориентироваться на некоторые сорта. Потому что, например, красные кислотные сорта пить на ранних стадиях, ну, это не самая лучшая идея. Вкусно будет в ряке. А, например, высокоароматные мускаты с низкой кислотностью, да, вот тот же зигиреба, вот его точно можно пить абсолютно на любой стадии. Да, он может быть еще не осветленным, может быть некрасивым внешне, но точно будет очень вкусным. Потому что низкая кислота, высокая ароматика, то есть вот такое вино, да, можно употреблять. Возможно, и какие-то другие сорта. Я ориентируюсь, скажем так, на некоторый свой опыт, потому что все равно в процессе снятия с осадков, снятия даже с мезги, все равно так или иначе сусло пробуешь, и поэтому можешь на какие-то параметры ориентироваться. Так вот точно могу сказать, что зигиреба можно действительно пробовать на любом этапе. На любом этапе он будет вкусным. Ну, например, красное, как я уже сказала, высококислотное, высокотонинное сорта, ну, нужно время. Для того, чтобы они округлились, сформировались, тогда вы получите действительно хороший вкусный результат. Ну, и самый главный вопрос, да, я вам так все рассказываю, говорю, что надо набраться терпения, вот приблизительно сроки огласила, да, в идеале, конечно, хорошо было бы полгода, хотя бы к весне. Но если вот так вот не получается, очень хочется попробовать. Ну, сейчас у меня уже, скажем так, есть некоторый запас вин, а первые годы я свои вина пробовала на Новый год. То есть вот мои конкретно вина, те, с которыми я работаю, вот та же моя стандартная смесь, зилго-русский ранний Симоне, к Новому году, как правило, это уже было вино, во-первых, которое нормально отбродило, там уже заканчивалось яблочное молочное брожение, оно уже более-менее осветлялось, в принципе, зачастую даже к этому времени уже выпадало видно камень. И вполне можно было такое вино Нового года употреблять без сногсшибательного эффекта. Но вина винам рознь, сорта сорта м рознь. Поэтому вы смотрите, конечно, сами. Пробовать пробуйте, но помните, что если вы проявите терпение, если вы проявите выдержку, то потом вам будет гораздо приятнее и гораздо вкуснее это потреблять. Вспоминайте каждый раз пример с сырым тестом. Оно, конечно, может быть вкусным, но булочка все же вкуснее. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще» будет ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. И до новых встреч!